В регионе проверяют учебные заведения, обращают внимание на пожарную безопасность. Акты готовности должны быть подписаны до 1 сентября. Об этом и о других событиях за неделю в нашей рубрике МЧС. Слово Натальи Куличенковой, начальнику пресс-службы Главного управления МЧС России по Саратовской области. Спасибо, Полина. Поговорим о школах чуть позже, а я начну с оперативной информации. За неделю на воде погибли двое. В заводском районе в поселке Увек утонул молодой человек, 22 года. Полез нетрезвым купаться в Волгу. Второй утонувший, мужчина 49 лет, обнаружен в районе острова Зеленый. Обстоятельства гибели выясняются. Купальный сезон в самом разгаре. Навигация для маломерных судов открыта. И, к сожалению, каждую неделю на воде происходит происшествие. Для отдыхающих наше пожелание это соблюдать элементарные меры безопасности. Не купаться где попало. Помнить, что алкоголь и вода несовместимы. А также следить за детьми. Для судоводителей хотелось бы пожелать перед выходом на воду проверять и сдать документацию. Проверять спасательные средства. Укомплектовано судно или нет. А также техническое состояние самого судна. Так как в этом году к административной ответственности привлечено более 1200 человек. Обстановка с пожарами. За неделю в регионе произошло 66 пожаров. Специалисты отмечают незначительный рост. В основном горели частные жилые дома, бани, надворные постройки. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В Татичевском районе произошел пожар в селе Полчениновка. Горел частный дом, собралась компания, выпивали. Первым, кто пришел на помощь погорельцам, был 15-летний подросток Антон Солдатенков. К новому учебному году в регионе должны открыться более 2000 образовательных учреждений. В каждом из них сейчас организована проверка пожарной безопасности. На какие основные вопросы обращают внимание инспекторы при приемке, расскажет Павел Фитилев. Внимание! Пожарная тревога! После нажатия пожарной кнопки система сработает в считанные секунды. Те, кто в помещении, должны через аварийные выходы покинуть здание. В лице «Звезда» проверяют готовность к учебному году. Смотрят, чтобы сигнал о пожаре дошел в диспетчерскую службу МЧС. Да, проверка школы «Звезда», работоспособность прохождения сигнала от автоматической пожарной сигнализации. Все есть. В коридорах система прошла испытания. Еще одно место массового скопления людей – актовый зал. Сотрудники МЧС проверили сигнализацию и там. По словам директора лицея, здесь пока еще ни разу не проводили мероприятия. Но безопасность школьникам гарантируют. Нужна система безопасности. Здесь она необычная, эта система безопасности с вентиляцией и дымоудалением. Поэтому можно проверить, как она работает. Вот есть кнопка. У нас все сотрудники обучены. Пройден инструктаж и знают, как пользоваться этой системой. Проверим. Просьба без паники. Покинуть помещение. При запуске пожарной сигнализации автоматически открываются окна, что обеспечивает дополнительное проветривание помещения от дыма. А чтобы ликвидировать огонь в актовом зале, есть огнетушитель. По словам работников лицея, всего в здании таких 68. Из них 8 углекислотных. Они расположены в компьютерных классах, кабинетах химии и физики. И в электрощитовых. Здесь имеется манометр, который показывает, что давление данного огнетушителя соответствует нормативному. И данный огнетушитель может использоваться по назначению. То есть для тушения пожара. Всего в регионе 2369 школ. По словам сотрудников МЧС, до конца лета они проверят все учебные заведения. Если найдут нарушения, то руководство в короткий срок обяжут их устранить. Павел Фитилев, Олег Бирюков, Саратов 24. Новая информация через неделю. Спасибо. Начальник пресс-службы областного управления МЧС Наталья Куличенкова рассказала о чрезвычайных событиях за неделю. Редактор субтитров А.Семкин